Дорогие друзья, наша программа продолжается и, как обещали, мы представить хотим вам нашего гостя. В нашей студии сегодня известный актер Еркей Булан Токтар. Еркей Булан, доброе утро. Здрасте. Мы немножко волновались. Ну да. Да, мы так подумали. Ну ладно. Пробки? Я забыл о пробках, потому что я ездил все лето на мотоцикле по утрам. И выехал сегодня, чтобы не испортить прическу шлемом на машине. Я понял, заметил сущность жителей, которые прям ездят как не знаю куда. Как будто творится апокалипсис в городе. Видите, вы все это время на мотоцикле передвигались, поэтому вы как-то особо не нервничали. Вас миновали все пробки, да? Мне казалось, что никто никуда не спешит, когда езжу на мотоцикле. Понятно, действительно. Спешил только я. Ну потому что мотоцикл большой вообще? Нет, он спортивный и такой... Юркий такой. Можно, да, проехать. А, понятненько. Вот поэтому вот прическа, когда у Юрки Белану сейчас вот такая вот. Да. Когда на мотоцикле ездишь, вот так метишь и так... Цена прически – мое опоздание. Да. Да, спасибо. Ну, спасибо, что пришли. Вообще, у меня есть такая информация, что до того, как к вам пришел первый ваш проект, выходили пять лет на кастинги. Да. Безрезультатно. Да. Серьезно? Да, это серьезно. Четыре года снимался в массовке. Ого. Год по эпизодам. Там прохожий, официант, такие роли были. И на шестой год я получил главную роль. Я потом помню, думаю, где же такой знакомый официант? Снимал бы на что-то слихает. Везде, да? Слушай, ну это же правда было тяжело, когда ты понимаешь, что ты должен быть там, а ты вот массовка. Меня успокаивал один факт, что мне нравилось находиться на съемочной площадке. Просто сидеть. Даже если я не снимался, я мог наблюдать, сидеть и смотреть, кто что делает, какой актер как снимается. А я вот таких людей знаю, я же видел на площадке, которые кайфуют, сидят, кайфуют, что не устали? Нет, нормально. Да, да, да. Ну это же реально волшебный какой-то процесс. А внутрианочка, даже вот не сами съемки, а внутрианочка. Там операторы друг с другом общаются, там звукорежиссеры. Да, весь этот проект мне понравился. И просто я не вижу себя в другой сфере. Я не люблю сидеть в офисе. И мне нравится кино. И значит ты, получается, закончил наш институт? Нет, я закончил институт АОС на айтишника. Второй высший получил юридическое образование. Я хотел в органы работать. Потом понял, что это не твое. Потом понял, да, что это не мое. Так еще не все потери. В твоем возрасте можно еще поступить в институт нашу, в Академию Жургеновскую, например, или в Астане, или в Алма-Ате. Ну, есть в планах, но не в институт, а повышение квалификации. Ну, я вот, я просто знаю ребят-актеров, очень много, это не к тебе, а ты просто у нас востребованный актер. Вообще, из-за того, что сейчас актеров, в принципе, много, меня, правда, по-настоящему пугают люди, которые говорят, я себя теперь вижу только в кино. А я 10 лет в кино, я знаю, что в кино, особенно, ну, вот, это для мужчины, да, девушка-то что, она может удачно выйти замуж и все, да. А мужчине нужно содержать семью. Вот, вы говорите, что вы не хотите сидеть в офисе, но я хочу вам сказать, что бизнес не обязательно сидеть в офисе. То есть, там такой движняк может замутиться, поклеще, чем в кино. Да, вот она у нас занимается бизнесом тоже. Вот, я к тому, что только на кино не акцентируйте свое внимание. Это круто, что оно есть, но это, вы знаете, просто от души такой совет, но и туда тоже внимание. Так, дело в том, что я такие, Булан, то у нас еще каскадер, почему он-то ездит? Вау, серьезно? Да, да, почему он ездит на мотоцикле? Ты думаешь, просто так, что и тебе? Нет, он каскадер. Намадовский, да? Да, он с Жайдоком же тоже сотрудничает же, в принципе, да, правильно? Нет, я не знаю, откуда у вас эта информация. Я обучался у Бауржана Абишева. Ну, 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 Бауржа-то я знаю. Да, Бауржана Абишева для одного проекта. А для какого проекта? Что-то мы так безумен. Зор, фильм Зор. Это первый полнометражный фильм. У нас, мы прошли лагерь трехмесячный, каскадерский. И вот три месяца всего лишь, но именно по дракам, сценическим дракам. А в остальном я еще не обучался. Нет, ну, Бауржаном я работал, это замечательный каскадер, который, не знаю, в наших фильмах он начинает с реки Тиража, он с ним участок, Баур, молодец такой. Он не только что, он замечательный актер. И знаешь, что вот здесь написано, что ты являешься профессиональным бойцом смешанных единоборств, правильно? Да, с недавних пор в этом году. Расскажи, пожалуйста, немножко вот об этой деятельности. Это все началось после проекта «Битва», украинский проект. Украинские актеры бросили вызов казахским актерам. Да, я об этом не знаю. Другие об этом не знают, оказывается. И наши парни, в основном мы выиграли. И я выиграл в третьем раунде нокаутом. После этого промоутер бойцовской организации «Октагон», он пригласил, мы с ним пообщались, заключили контракт на четыре боя. Он предложил выступить с профессионалами. Два боя провел. Вот два дня назад второй бой провел. И два выиграл досрочно. Кручак. А вот я теперь новую информацию про вас читаю. Я думаю, зачем я вам советы давала, если вы и так уже все четенько делаете? Вы, оказывается, еще и преподаете киноискусство, да? Да. Это, блин, я об этом говорить особо не люблю, потому что, ну, какой из меня преподаватель? Я сам не учился. Просто целый год меня приглашали. Туда, оказывается, нужен был человек с опытом. А у меня его, ну, достаточно. И я год думал и подумал, а что в этом такого, если я буду преподавать и параллельно учиться сам? Это в какую-то частную, ну, школу, киношколу, да, сейчас? Это да, это филиал Санкт-Петербургской школы в Алмате. Да. Нет, кстати, я тоже преподавала. А деткам я прям по Казахстану ездила. И если действительно есть что передать, знания, почему нет? Самый прикол в том, что приходят не детки, а взрослые мужчины и женщины. Или потяжелее, да? Которые, да, как раз-таки занимаются бизнесом и хотят вот свое актерское мастерство включить в свое дело. Ага. Ну, вот, а мне предлагали преподавать и в нашем институте. Ну, что-то я вот не знаю. Я больше, наверное, практик, чем теоретик почему-то. И мне это не то, что пугает, мне немножко не нравится преподавать. А расскажите про первый свой проект, название его. А то что там реально безумие. Фильм «Зор» снимал Иркебулан Молдашев, кому я благодарен до сих пор. Это человек, который привел меня в кино. Впервые, когда я с ним познакомился, я познакомился на съемочной площадке. Мы снимали клип группы БН, и там я играл в «Антагониста». И он увидел, меня тоже зовут Иркебулан, и мы тезки. Давай, ты хороший актер, я вижу, у тебя есть потенциал. Давай, я тебя приглашу на кастинг съемок фильма «Зор». Я приехал на кастинг, где-то раза четыре или пять приходил, и меня утвердили. Если взять еще Иркебулан Баира, то у вас будет три у Иркебуланов, да? Можно бешеный проект замутить. Далее, это в каком году был фильм? В 17-м. Ой, как раз повезло, все те, которые до 2019 года фильмы выходили, они пользовались успехом, спросом. Сейчас вот назад, я надеюсь, все возвращается. Сейчас какие проекты? Сейчас в основном сериалы. Мне многие говорят, что я становлюсь сериальным актером. Но я не вижу в этом ничего плохого. Я не знаю, почему люди так рассуждают. Никто не ставит такие законы, что сериальный актер не должен сниматься в фильмах, полнометражный актер не должен сниматься в сериале. Ну, раньше такое было. Было, да. Просто чтобы, знаешь, помимо, просто в сериале меньше творчества, может быть, ну, просто чтобы держаться на плаву актеру, да, ну, грубо говоря, это не про вас будет сказано, чтобы актер не спился, я просто знаю все внутрики, да, чтобы актер не спился, ну, уже, например, взрослый какой-то актер, ему нужны периодически другие проекты, не всегда же фильмы снимаются. И поэтому надо ходить на сериалы, ну, помимо того, что это тоже какое-то повышение опыта, плюс ко всему деньги тоже нужны всем. Нет, ну, сейчас просто такая тенденция, что в Голливуде, например, в Голливуде, да и... Конечно, они там деньги платят какие-то. Нет, нет, они там не соглашаются. А теперь уже многие, Николь Кивман, там, и Мишель Пайфер, они уже многие снимаются уже в сериалах, так что, в принципе, тенденция поменялась, тенденция поменялась. Да, потому что Netflix красавчик. С появлением новых платформ, да, получается уже. В YouTube сериалы какие у нас классные. Веб-сериалы, да. Вот, кстати, 10 октября должны начаться съемки о бойце, как раз такие. И мне кажется, благодаря тому, что я участвовал в профессиональной лиге, меня утвердили одной из причин, что и я актер, и боец, и им будет легче снимать о бойце. И съемки будут длиться 40 смен. Ого. Я думаю, будет снимать Алишер Утев, насколько я вчера вот узнал, режиссера поменяли. Алишер у нас был в гостях тоже здесь. Да, я надеюсь, будет крутой проект. Ну, это вот для YouTube. Да. Сдура, вот такие вот сейчас уже сериалы снимают. Без цензуры, без рамок. Да, сейчас многие почему-то снимают для YouTube, потому что там цензуры нет, в принципе. Ну да, там как-то особо не ограничений, ничего. Можно так размахнуться. Да. Ну, в общем, размахивайтесь вам, успехов, удачи, может быть, даже как-нибудь в кино где-то пересечемся, я буду очень рада. И спасибо, что в итоге приехали с причесочкой. Спасибо. Спасибо большое. В следующий раз приеду на мотоцикле. Причастки с аематами. Причастки, да. И шлеми, да? Да. Спасибо.